Парламент Республики Кария ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем. 196 законодателей поддержали инициативу, 33 высказались против и 36 воздержались. Правительство постарается в течение 20 дней завершить все необходимые процедуры, чтобы закон вступил в силу. Изучать вопросы создания зоны свободной торговли специалисты двух стран начали еще 10 лет назад. В мае 2012 года стартовали официальные переговоры. Потребовалось 14 раундов встреч, чтобы в ноябре 2014 объявить о консенсусе. 25 февраля этого года Пекин и Сеул подписали черновой вариант соглашения. 1 июня официальный документ. Он снимает пошлины более чем с 90% видов товаров, кроме риса и автомобилей. Китай – крупнейший торговый партнер Республики Корея, а она – один из немногих стран мира, сохраняющая в торговле с ним положительное сальдо. В 2014 году профицит составил 55 миллиардов долларов. Перевесу способствует экспорт в Китай смартфонов, телевизоров и полупроводников. В 2014 году число взаимных частных турпоездок между странами достигло 10 миллионов. Так, Республику Корея посетили 6 миллионов китайцев. Потратив там 30 миллиардов долларов, они составили 43% от всех интуристов. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году эти цифры вырастут в 3-4 раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова